Друзья, всем здорова! И снова я, и снова наша швейлерная самоделка. Это видео, можно сказать, вдогонку к предыдущему. Необходимо организовать крепление этой катушки, запомленной ранее, между вот этими опорами. Что делаем? Имеется стержень, и нам необходимо его закрепить. Разберем. Раззинкую вот это отверстие, и, соответственно, вот это. Для чего это нужно, сейчас поймете, очень скоро. Ортофосфорной кислоты туда. Небольшой кусочек припоя. И раскочегариваем. Вот такой результат. Лишний припой я удалил очень просто. Разогреваем и быстренько кисточкой сметаем лишнее. Получается аккуратная палька. Естественно, устанавливаем крышечку и продолжаем. Следующая задача, как не сложно догадаться, это необходимо проселить в этих стойках отверстия, для того, чтобы можно было установить катушку. Моё чудо-разметочное приспособление. Изготовленное уже достаточно давно. На канале видео есть. Если кому интересно, можете посмотреть. 15 мм. Этого будет вполне достаточно. Нужно убрать заусенцы, а то порежусь и истеку кровью. Вот враги обрадуются хреном. Сейчас сделаем. Всё. За свою безопасность я могу быть спокоен. Установим и проверим, что получилось. Замечательно. Аж осенение прошло. Освещение высших сил. Все непременно. Изготовим штурвальчик. Так называемый. С помощью которого будет осуществляться ручной привод нашей катушки. Есть у меня отрезок D16T. Вот такой вот. Конечно, хотелось бы диаметр поболее, но другого у меня нет. Поэтому будем изготовлять из него. Зажал заготовку в патрон тахарного станка. Немного проточу, дабы было поровнее. Выполним закругление. Дабы было более привлекательно. И не резало, если что, руку. Такой себе конус. Обточил. Получилась вроде как текстура такая. Это так предусмотрено. Просверлим отверстие, дабы впоследствии нарезать резьбу М4. Ну и сама резьба. Немного поджать надо. Опа. Достаточно. Потом я дорежу. Главное направление дать, дабы было ровно. К сожалению, мне и мечтать не приходится, дабы на моем станке производить операции по отрезанию деталей. В этой связи приходится искать альтернативу. А именно. Установил отрезной резец. Немного прорежу вручную. Я затем уже ножовкой полностью отщекрыжу деталь. Перевернул заготовку и произвожу обработку торца. Сразу же дорежу резьбу, а то еще чего доброго забуду. Есть такое дельце. Изготовим ручку, с помощью которой можно будет удобно вращать наш трувальчик. Где-то вот здесь просверлим. Нарежем резьбу М4. Резьба не полная. Где-то до середины. Есть у меня вот такая коробка. Здесь различные винты и прикольные штукенции. Даю зуб на холодец, что здесь мы найдем винт, который нам подойдет. Есть. Вот, 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 вот. Немного отполировал сию деталь. Смотрится получше. Винт. Я что тут подумал. Капнем вот сюда суперклея. Дабы не раскручивалось со временем. Конечно, лучше было бы и более технологично использовать фиксатор резьбы. Но у меня пока что его нет в наличии. А посему задействуем суперклей. Уверен, этого будет достаточно. Буквально пару капель. Все, все, все. Последнее, что необходимо сделать, дорезать резьбу. Ну, чтобы можно было наш штурвальчик закрутить. Резьбу нарежу примерно до вот этого вот расстояния. До вот этого места. Даже надо задел штатив. Благо, начало резьбы есть. Это уже существенно нам прощает. Теперь зацепляюсь ключом. Вот, кстати, почему я говорил, что с шестигранником мне работать гораздо более приятно. Схватились и вперед. А представьте, если бы это был кругляк. Что бы пришлось делать? Что-то наматывать. Придумывать, как бы схватиться. Какие-нибудь зажимы, тиски. А так, ключ и вперед понемногу. Навинтим. Или накрутим. Это как кому нравится. И обязательно контргайку. Вот такая контргайка. Латунная. Почему латунная? Потому что красивая. Можно было и обыкновенно. Можно было вообще не контргайку. Залить все кидри, не ховени. Суберклейм. Но нет. Вот такая штукенция получилась. Пишите свое мнение в комментариях. Я буду читать. Будем общаться. Надо будет, кстати, посмотреть комментарии под предыдущим видео. По-любому уже кто-то догадался, для чего это все нужно. У меня подписчики в большинстве своем люди умные, творчески подкованные. До новых встреч. Пока.